Тут есть у нас главный человек, который этим занимается, как его фамилия, тут он, ячеистая земля. Он собирал со мной сделать кино, я подготовил это. Это котлеров, да? Загадки, которые таит под собой ледяной покров Антарктиды, не раскрыты до сих пор. Кто-то считает, что в материковой массе льда спрятана иная жизнь. Другие уверены, что там хранятся ответы на вопросы о происхождении Земли. Возможно, что каждый из пытливых исследователей Антарктиды по-своему прав. Иначе никак не объяснить череду таинственных событий, документально зафиксированных, которые происходили здесь в середине 20-го столетия. И эти события до сих пор считаются главным секретом нашей планеты. В 1959 году советская экспедиция, основавшая в Антарктиде полярную станцию «Мирный», отправила группу из восьми исследователей вглубь континента, чтобы достичь Южного магнитного полюса. Вернулись лишь трое. По официальной версии, причиной трагедии были жестокая буря, сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода. В 1962 году к Южному магнитному полюсу отправились полярники из США. Американцы учли печальный опыт советских коллег, поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи. В этой экспедиции никто не погиб. Но вернулись люди на одном вездеходе. Все они находились на грани помешательства. Исследователи не смогли ничего внятно объяснить, и их немедленно эвакуировали на родину. Уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером попытался рассказать, что произошло с экспедицией станции «Мирный». Коршунов был один из тех, кто уцелел в походе к магнитному полюсу. По словам полярника, группа была атакована светящимися летающими объектами, напоминающими диски. Попытка снять аномальное явление закончилась плачевно. Фотографы камеры были уничтожены лучом, посланным с летающего объекта. Также погибли и те, кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей. Репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел. Коршунов тем временем умер. И лишь недавно откровения советского полярника стали известны американцам. Те сразу связали эту историю с еще одной антарктической экспедицией, отправленной с военно-морской базы «Норфолк» в 1946 году. Это была очень странная экспедиция. Она полностью финансировалась Пентагоном. И даже имела военное название «Прыжок в высоту». Командовал походом знаменитый полярник адмирал Ричард Бёрд. В подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, необычный состав для научной экспедиции. Действительно, в составе экспедиции было только 25 ученых. Остальные – военные. Среди них почти четыре тысячи морских пехотинцев. Перед выходом в море адмирал Бёрд на пресс-конференции заявил, «Моя экспедиция имеет военный характер». И хотя о подробностях он не обмолвился, Некоторые журналисты высказали предположение, что миссия Бёрда – это поиск и ликвидация сверхсекретной нацистской базы, находящейся где-то в самых южных широтах. Это было время, когда в странах антигитлеровской коалиции живо обсуждали таинственное исчезновение высших партийных функционеров Третьего рейха после капитуляции немецкой армии, а также пропажу золотого запаса и высокотехнологичных разработок нацистской Германии. Высказывались разные версии, вплоть до того, что нацисты могли спрятаться где-то в Антарктиде, где заранее построили тайное убежище. В конце января 1947 года американская экспедиция подошла к Антарктиде и начала проводить авиационную разведку материка в районе земли Королевы Мо. За первые недели было сделано несколько сотен аэрофотоснимка. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, едва достигнув ледяного континента, спешно сворачивается и в панике покидает берега Антарктиды. В Пентагон поступают неутешительные радиодонесения. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США Адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг бегству американскую эскадру? За полтора года до этого события в аргентинском порту Мар-дель-Плата сдались властям две немецкие субмарины из состава так называемого конвоя фюрера. Задачи этого сверхсекретного соединения до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок допрашивали с пристрастием. Но добиться показаний удалось только у командира субмарины с бортовым номером У-530. За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнд Шефер на допросе рассказал, что немного позднее повторил маршрут субмарины с бортовым номером 530. Дознавателям также удалось выяснить, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? За идею, что секреты цивилизации атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента, ухватился Адольф Гитлер. Нацисты, как известно, активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков. Руководство Третьего Рейха понимало, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Аненербы на Тибет, в Латинскую Америку и, наконец, в Антарктиду. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. За тысячи лет они могли создать подо льдом огромные тоннели. Со стороны океана, поднарнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Британские ученые обнаружили загадочный тоннель совершенно случайно. Специалисты из компании British Antarctic Survey с помощью радара выбирали новый участок для изучения льдов Антарктики и неожиданно заметили странную впадину. Она была просто огромной, по глубине, наверное, Сейфелеву башню. Туда спокойно могла бы зайти, например, подводная лодка. Похоже, это и имел в виду адмирал Денец, когда говорил о неприступной крепости для фюрера на другом конце света. Судя по обнаруженным документам, нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон. Он получил кодовое название База 211 или Новая Швабия. И якобы уже с начала 1939 года к берегам ледяного континента потянулись специальные суда, груженные горнопроходческим оборудованием, железнодорожной и строительной техникой. Туда же стали прибывать ученые, инженеры, высоко квалифицированные рабочие. Зачем нацистам нужна была такая база? В начале 40-х годов началась переброска будущих жителей Антарктической Новой Швабии. Не только ученых и специалистов, но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга. И что туда отправили некие секретные производства. Кстати, сразу после капитуляции Германии американцы, которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Не досчитались и около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии. В списках военных потерь ни люди, ни лодки не значились. Все это не могло не встревожить Белый дом. К тому же ведомство Алина Далеса получило весьма интересные сведения от немецких подводников, плененных в Аргентине. Именно поэтому в конце 1946 года к берегам шестого континента отправилась так называемая научная, а на самом деле военная экспедиция размером с эскадру под командованием Ричарда Бернера. Но не тут-то было. Едва дойдя до земли королевы Мот, экспедиция была атакована. Но кем? Летчики рассказывали о выпрыгивающих из воды и атаковавших их летающих дисках, испепеляющих все живое лучах, странных явлениях массового психического расстройства людей. Не правда ли? В описании события есть что-то общее с рассказом полярника Юрия Коршунова. Только советские исследователи были атакованы на суше, а экспедиция Берда на море. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантема. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Это воспоминания участника экспедиции, опытного военного летчика Джона Сайрсона. Так что же это было? И кому эти летающие диски могли принадлежать? Специалисты были поражены. Ничего подобного в мире тогда не было. К концу войны у немцев имелось 9 научных предприятий, на которых испытывали проекты летающих дисков. При этом специалисты полагают, что в период краха Рейха могло быть перевезено в Антарктиду как минимум одно предприятие по разработке подобных аппаратов. Известный исследователь антарктических тайн Третьего Рейха Дэвид Чайльдресс утверждает, что так оно и было. Он называет дату 1942 год, когда с помощью подводных лодок на Южный полюс были переброшены тысячи специалистов и рабочих, а также летчики. То есть, если дальше развивать логическую цепочку, то нацистская антарктическая база «Новая Швабия» это не фантазия. Если говорить об вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах, и зафиксируются сейчас, но на многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей и океанов, озер и так далее. Если это так, то что же это за неведомые аппараты вылетали из-под воды и наносили огневые удары по кораблям адмирала Берда? Ведь недаром Платон высказывал предположение, что Антарктида – это сокрытая толщей льда цивилизация Атланта. И эта цивилизация может быть хранилищем очень многих секретов. Антарктида могла быть пристанищем древней инопланетной цивилизации. Доказательства этой сенсационной теории, похоже, нашли британские исследователи. Речь идет о многокилометровом тоннеле, который совсем недавно обнаружили в альдах шестого континента. Эксперты настаивают – технические характеристики этого сооружения полностью исключают его природное происхождение. Подтверждением существования базы называют неоднократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса. Свидетели чаще всего говорят о зависших в воздухе тарелках и сигарах. Возможно, что именно этими объектами были атакованы советские и американские полярники, которые пытались достичь Южного магнитного полюса в конце 50-х и начале 60-х годов. Можно предположить, что исследователи слишком близко подобрались к тому месту, где находится подземный город. И обитатели базы включили свои главные оборонительные ресурсы, чтобы остановить непрошенных гостей. Кстати, в 1976 году японцы с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экрана. Кроме того, ученые обнаружили на земной орбите несколько искусственных спутников, неизвестно кому принадлежащих. Континент продолжает хранить свои тайны. К ним добавляются все новые вопросы, и с годами их не становится меньше. Но надежда не угасает, что, возможно, когда-нибудь эти тайны будут разгаданы. Еще раз спрашиваю, кто из вас слышал про клубосветные плавания российской эскадры Синяина? Отдельные плавания. Почему эта эскадра была в 1810 году полностью уничтожена? Ее загнали в Лондон и сожгли, чертю мать. Правильно, слышали? Нет, не слышал. Не слышали, нет. Вообще не слышали. Первый раз слышал. Интересно. Да вы много чего первый раз слышали? Продолжение следует...